Мы дочитали третью книгу Гарри Поттера, и сегодня у нас будет Викторина. Сейчас я ее включу тогда и будем отгадывать. Так, сейчас я сделаю на большой экран. Так, Гарри Поттер и Узенька с Кабана. Так, ну, начнем с первого вопроса, и давайте сначала поймем, кто такая лжекрыса. Кого называли в книге лжекрысы, кто-нибудь знает? Я знаю. Это тот парень, который я привезу к себе палец, и все подумали, что он умер. И осталось от него только палец. Я смотрела этот момент. Понятно. Ну, в принципе, да, это вот крыса, на картинке видно Рон, и у Рона. Это его маленький, маленький друг, который оказался тем парнем. Так, все нормально. Да, именно эта крыса была, ну, эта крыса, это человек, который на самом деле анимак. Звали его Питер Петтигрим. Вот, и поскольку это этот человек, который в облике крысы сбежал в конце книги, то сейчас расскажу, смотри. У нас изначально было четыре друга. Да. Еще это было в одной из глав в фильме. Вот, смотри. Изначально у нас было четыре друга. Это был папа Гарри, Джеймс, крестный папа Гарри, Сириус Блэк, потом и два их друга. Это был Люпин и Питер Петтигрим. То есть они были так, друзья детства. Но один из друзей, все думали, что это Сириус Блэк, их предал. То есть он рассказал, где находится этот дом Лили и Джеймса. А Волангдборд хотел их убить. Точнее не их, а просто Гарри, потому что он узнал про пророчество. Но на самом деле это все сделал не Сириус Блэк, а, так можно сказать, лже-крысом. Это сделал сам Питер Петтигрим. Да, Питер Петтигрим. Вот, и в конце книги трое друзей, поскольку Джеймса уже не было, то есть папа Гарри, вот, трое друзей они встретились и решили напасть на Питера. Вот, но Гарри им все-таки не позволил и предложил просто отправить его к Дементорам, в Аскабан. Вот, и так, давайте смотри. Мне кажется, напасть было бы получше. Ну, понимаешь, как бы Гарри не хотел, чтобы друзья свои, его папы стали убийцей. Ну, то есть в книге это объяснялось так. Давайте так, если, ну, короче, я сейчас включу демонстрацию экрана. Если я опять вылечу, то я не буду включать демонстрацию, а просто вам буду читать вопросы, хорошо? Угу. Вот. И вот. И вот. Кому же Сириус, кого же Сириус Блэк подарил Рону вместо этой лже-крысы? Жабу, маленькую сову, которая доставила письмо Гарри, кота живоглота, новую крысу, экзотическую птицу из тёплых стран, стову Буклю, Харька. Вот, давайте подумаем, кого же он мог подарить. Вроде бы была новая крыса или Харьо. Попугая-то он точно не было. Не, ну смотри. Это вы. Ты просто ещё давно смотрел по этому часу помнишь. Мария, ваши варианты? Мне кажется, новую крысу. Ну, вообще, меня как бы Ярослава зовут. Это просто мамино имя. Вот. Понятно. А, ну хорошо, Ярослав, я запомню. А мне там очень видно. Меня вообще видно? Да, видно. Ну вот. В общем, мой вариант – новая крыса. У меня такой же вариант, только ещё может быть Харьо. Ну, савы там точно не было. Ну да. Савы там тоже точно не было. Она была… Жабы не было. Она была у Невилла. Жабы была у Невилла. Да, да, да. Я помню. Ну и какой ответ получается у нас? Ты нам скажешь ответ или нет? Так, вы остановились на том, какой… Парёк или крыса? У меня вопрос. Да. С тобой я согласен. Да, я вам скажу ответ. Я вам говорю его. Так, мы тебя не слышали. Он подарил… Точнее, Сириус Блэк подарил им маленькую сову. Маленькую… Умысли. Я не помню. Я вообще ничего не помню. Вообще-то нам этот момент, кстати, даже не показали. Книжки, фильмы. Кто читал? Фильма не было. Сразу было. Да, я фильм смотрела, но очень давно. Ну как очень. Наверное, года полтора назад. А книгу я не читала. Я где-то два года назад. Да. Опять, Катя, мы говорим. Ну что ж такое-то? Я просто думаю, что это… А-а-а… Уже шестнадцать минут ждём. Да. Ну вообще четырнадцать. Потому что на первом турсе нам за три минуты, как видите. Уже четырнадцать минут ждём. Тогда неизвестно. Смотри, в фильме сова была. Вот. Но в самом начале, когда должна была быть урона, у меня вопрос. Нет, нет, сову, ребят. Да, я тут. А-а-а, другую. Да, блин, я тут. Я уже подумала, как это могло произойти. Мы тебя не видим, если честно. Да-да. Мы тебя не видим, где ты. Мы тебя не слышим и не видим. Ага, ага. Там какое-то изображение голова и полтуловища. И всё. Опять вылетело. Да что ж такое-то? Семнадцать минут ждём. Шестнадцать. Уже восемнадцать вообще-то. Восемнадцать-восемнадцать. У меня тоже появилось. Кстати, между прочим... Давайте гуглите, а? А то мне уже это навыело. Когда мы не дождёмся, уже полурока пройдёт. А уже прошло практически. Уже прошло... Одна третья часть урока прошла. Всё. Ну, вместо того, чтобы жаловаться, пообщайтесь конструктивно. Вы можете между собой пообщаться. Он ему подарил, Сириус Блэк, ему новую маленькую сову. Потом Рон его назвал Сычиком. Это была очень маленькая сова, она обмещалась на руке. И все очень смеялись, что его назвали Сычиком, потому что Сыч — это большая сова. Ну, так, дальше у нас вопрос для знатоков. Как звали близнецов Уизли? Фред и Джордж. Да, да, Фред и Джордж. Фред и Джордж. Чарли и Билл. Перси Чарли. Быстрее. Фред и Джордж, мы уже ответили. Да, я знаю, да, правильно, Фред и Джордж. Так, сейчас, секундочку. Что-то произошло. Так, а кем были близнецы Уизли? В команде по Квидичу. Не слышно? По-моему, они были сбитыми. Битами? Это... Это... Они были с метлочками. Молоксами. Ну, Квидич, они все летают на метлах. Они биты еще держали в руке. Ты что, забыл, что ли? А, да, да, забыл. А это... Это охотники? Да, да, охотники. А Гарри был ловителем. Загонщики, загонщики, я вспомнила. Правильно, нет? А Гарри кем был? Загонщики, да. А Гарри был ловцом. Они были загонщиками. О, загонщики, правильно. Я умная. А кем был Гарри, я забыла? Гарри был ловцом, он ловил сничеством. А, да, да, да. Я еще помню тот момент, когда он залетел за 5 лет. А вратарем? Он упал, и его взрывало. А вратарем? Вратарем? Кто был вратарем? Да. Я не помню. Не помню. Этот... Вуд? Нет. Вуд, нет. Дженни? Да, был такой момент. Вратарем Вуд? Да, Вуд. Вуд. Я умная. Да. Я специалист играл. Вуд, надо было смотреть два года назад. Можете отправлять меня в Хоппорт, я буду играть. Видишь? Да. А как ты найдешь летающие метлы и летающий шайк? А, это была метафора, все. Забудем, забудем. Вот именно. Вы забываете, забываете, вы все забываете. Ребята, давайте дальше. Смотрите, у нас было четверо друзей. Их прозвище были. Хвост, лунатик, бродяга, сахатый. Ну, короче, это их прозвище. Вот давайте. А какое прозвище было у Джеймса? То есть, папы Гарри. Хвост, лунатик, бродяга, сахатый. Давайте. У нас уже не были маги. Маги или... Лунатик? Это маги. Ну, хорошо. Один вариант лунатик. Какие там еще раз можно назвать? Хвост, бродяга и сахатый. Сахатый. Потому что лунатик это что-то другое, а хвост это только превращается в пса. В крысу, да. Ну, в принципе, вы правы. Ну, точнее, один из вас прав. Это сахатый. Вот. Давайте теперь вот как бы ответ на вопрос, на который уже ответили. Прозвище Питера Петтигрюв. Лунатик, бродяга или хвост? Хвост. Хвост. Лунатик. Питер Петтигрюв это тот, кто превращается в пса. Почему не лунатик? Это хвост. Да, в крысу, правильно. Ну, хвост. А-а-а, я понял, как это работает. Да, я тоже. Это хвост. Пса это лунатик, в крысу он ходит только ночью. А хвост, это тот, кто в крысу ходит. Давай я проверкну твои мысли. Давай. Прозвище Сириуса Блэка. Лунатик. И бродяга. Лунатик. Ну, я скажу... Нет, нет, бродяга, 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 бродяга. Был бродягой. Ты украл мою... А лунатиком называли Люпина. Кого? Лунатик. Лунатик. Человек, которого назвали Лунатик, это был Люпин. Люпин... Что, по-моему, делал? Люпин превращался в оборотня. Поэтому он и назывался Люпином. А-а-а, вспомнил. Они в одной тени еще дрожались между собой. А теперь давайте. Друзья Люпина. Джеймс Поттер. Сириус Блэк. Питер Петтигрю. Кем они были? Лучшими учениками Хогвартса. Незарегистрированными анимагами. Или оборотнями. Анимаги это волшебники, которые умеют превращаться в животных. Анимаги. 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 Ну, в принципе, вы правы. Они были незарегистрированными анимагами. Вот. То есть, никто не знал, что они анимаги. Но они выучились сами анимагами. И так получилось, что Сириус превращался в собаку. Хвост. Ну, то есть, Питер превращался в крысу. А Джеймс превращался в оленя. Ну, типа, его называли Сахатой. А почему Сахатой? Стоп, если это Джеймс, он Сахатой. Дальше, давайте. Как переводится Сахатой? Кто его знает? Нет. Чего? Как переводится Сахатой с... С оленем? Почему, если он превращался в оленя, его звали Сахатой, да? То есть, мне объясни. Ну, знаешь, я сама... Ну, если это Сахатой, логично, то это какая-то пчела. Мне что, похоже на слово на соты. А, нет, это, скорее всего, какой-нибудь еще вид оленей, типа, не знаю, как-нибудь их так называли. Большие олени, типа, не знаю. Ну, не, это не соты, что вы там придумали уже себе? Я ничего не подумала. Я молчала. Давайте, ребята, на логику. Я вам уже это говорила. Давайте, на память вашу. Как звали крестного отца Гарри? Римус, Кагрид, Питер, Рональд, Северус. Сириус, Сириус, Сириус. Давайте, Римус. Сириус его звали. Сириус Блэк и Улл, Лёс Томас. Сириус Блэк. Да, да, Сириус Блэк. Так, дальше давайте. Мы, в принципе, из третьей книги знаем, что Гермиона училась на... Ну, короче, у неё было в расписании больше уроков, чем у мальчика. А у неё были часы с остановкой времени. Что такое маховик времени? Кто помнит? Это 50-ки часы, чтобы перематывать время назад. Не всегда бывают маховики, которые умеют и перематывать, и останавливать время. Тем более, они исчезали при перемотке назад времени. Ну, именно у неё был такой, который перематывает время назад. Я правильно понимаю. То есть она путешествовала во времени. Никто вам тебе объяснить? Это маховик, который может тебя телепортировать назад. Ну, они типа, знаешь, раздвояли. Клон. Он просто тебя телепортирует назад в время. Вот давайте смотреть его. И от каких предметов из своего расписания отказалась Гермиона, чтобы не пользоваться этим маховиком времени? Прорицание и злееварение. Она посещала все уроки. Трансфигурация и история магии. Ну, и изучение магии и прорицание. Мне кажется, она посещала... Давайте вот так. Прорицание и злееварение. Все уроки. Хорошо. Давай. Прорицание и злееварение. Она бы бросила или нет? Как думать? Нет. Она на шестом курсе была на злееварение. Да, да. На злееварение. Ну, и давайте дальше. Уход за магическими существами. Она там была? Она там была. Третья часть. Она там была. Если кто-то забыл. Помню, помню, да. И Гай там был. Была. Трансфигурация и история магии. Была. С Гарри был. Мы сейчас с Гермион разговариваем. То есть, трансфигурация и история магии. Вы подозреваете, что это? И давайте. Изучение магов и прорицание. Была. Мне кажется, она посещала все уроки. Да. Она не могла ничего бросить, потому что у неё такой характер. Да. Так, значит, один ответ. Она посещала все уроки. Давайте. Первый ответ. Она посещала все уроки. И второй. Трансфигурация и история магии. Мы тебя не слышим. Да. У тебя такой звук, как будто кто-то на гитаре играет. Ну, это с ним я согласен. Ребята. Что это опять за гитара у тебя там настраивается? Я тут. Что за звук? Мы тебя не слышим. Что за гитара? Что за гитара? Отвечательные ответы. Это она посещала все уроки. Нет, у меня никакой... Не слышу. Где ты? Где ты? Я согласен на первый ответ. Мы вдвоём его выбовали. Теперь вы меня слышите? Да. У нас у двоих был первый ответ. Ура. Какой у вас был ответ? У меня все уроки. Я слышу. Что за звук? А вы это кто-то гитару настраивает? Да. Все что там гитаристы. Расфигурация, история магии. Да? Первый ответ. Это и есть расфигурация, история магии, по-моему. Нет. А, там первое прорицание и что-то ещё? Первый ответ это все. Она нам сказала. Второй ответ. Второй ответ все. А ещё второй. Первый там... А, ну хотя, в принципе, логично, что она бросила изучение манглов, мне кажется. Это вообще в другом колледже, то есть в другом курсе. Она была в... Короче, всё, давайте это... Давайте останавливаться... Из-за звука, да?